Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого и это продолжение моей партии за Венгрию в Сидмерс Цивилизейшн 6 Гэзеринг Сторм. Если вы не видели начало, то рекомендую перейти к первой серии. Ссылка на неё появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. Всё, надо ставить карточку на морские юниты и в буде клепать чисто морские юниты сейчас. Так, новые строители на два действия больше. У меня ещё есть строители где-то строятся вообще? Да, в печи строятся. Ну не знаю, давайте пока плюс 100% к юнитам морским. Ну и просто плюс производство. Поехали. Так, очередь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нормально. Потом квадриремы. Так, здесь я бы хотел всё-таки открыть машиностроение, древние стены, трелучника. Ну это для... Блин. Не знаю. Чё-то... Чё, мне железо разрушил? Здесь пока никуда не отправляю посла. Ладно, пойдём камень обрабатывать. Амбар завершили. Давай рост. Давай тут. Ну, гавань. Блин, ну тут, конечно, не очень удачно. В военную подготовку надо в наёмники выходить. Восемь наземных боевых юнитов. У меня сколько? Ну, у меня, наверное, четыре. Раз, два, три, четыре, да. Надо... Надо колясок построить. Значит, поставить карточку на коляске. Вольнодумство, первая монументальность. Причём это надо в Дебреце не делать. Ну. Не так уж и много у меня тут науки. Хотя, следующим ходом, наверное, будет. А, даже сейчас будет. Давайте я поставлю плюс пятьдесят процентов к юнитам кавалерии. Так, пятьдесят три науки. Так, и вот здесь, собственно, строим... В общем, мне не коляски нужны, а всадники. Раз, два... А, я пока могу в очередь ставить. Но они каждые десять будут стоить. Ну, три как минимум построятся пока. Да, окей. Так. Стоим. Ну, давайте рыбу обработаем. Да, ё-моё. Шо вы к этому эстергому прицепились? Так, поехали в наёмники. Две каравеллы нужны. Ну, вообще, надо уже открывать картографию постепенно. Нет, давайте образование, картография вот так. Что-то я не могу тут принять. То есть я жал-жал. О, голосование. А, это... То есть я вообще тут не участвую, похоже. Через ход. Это, видимо, подача предложений была только. Такая сад, добью этих. Тут вообще, кстати... О, ГГшечка жёлтенькая. Так, надо к ней приплыть. Блин. А мы тут, наверное, хрен проплывём. Так, что там по силе? 286, 190. Ну, Финикия вообще забила. Так что я думаю, что мы, когда на неё нападём, он просто ливнет. А на него ещё и Маури, скорее всего, хочет напасть. Фиг знает где он, правда. Что-то новое мы открыли. Ветеранства нет. Дополнительный ресурс вход тоже пока нет. А эти ребята в Союзы не вышли? А я вышел вообще в Союзы? И я не вышел. Но мне важнее наёмники... Важнее наёмники, в общем. Хотя мы тут сейчас построим... Я, наверное, два хода наёмники пооткрываю и отложу, чтобы вот... лошадок строить... Селитра, вот главное, что у меня селитра накопится. Я смогу апать в квадриремы во фрегаты. Так, а что у нас вообще тут каравеллами... Удваивает очки великих людей этого клада. Дополнительные ресурсы выбраны на редкое ресурс дают так же довольство. Почему у меня дофига? У меня вина дофига, да? Или тут лучше проголосовать за торговцев давайте. Я думаю, что у меня больше всего... Вот так. А тут вино выберем. Ну, это вряд ли пройдёт. Так, сделаем. Так, большинство за великих учёных проголосовало в итоге. Блин, кто-то против торговцев. Так бы торговец вполне прошёл... Не, всё равно учёный бы прошёл. Так, а здесь принято янтарь. Блин. Маури... Ну, у меня, по-моему, янтарь тоже есть, или нет? Нет, у меня, наверное, нет янтаря. Блин. Ну. Полностью конгресс против меня. Тут холмы, кстати. Можно вырубить. О, даёт бесплатную копию редкого ресурса этой клетки вашей столицы. Отлично. Давайте. А вот янтарь, кстати. Так, лошадь. Первая побежала. Ну, это будущие мои уникальные юниты. Вот эти четыре лошади. Так что... Строим. Ой. А, это уже обработано. Блин, ну... Что тут важного ещё можно обработать? Вот этот холм. Давайте я к Дебритсену отправим. Этого и этого. Так, где у нас редкие ресурсы? Ну, поплыли к русскому. Так, тут рынок надо будет строить. Так, и я хочу науку посмотреть. Как у других. 54, 43, 51. Ну... Канада. Ну, эти вышли в золотой век. Канада. Вот у Маури в нормальном веке. Канада, наверное, взяла вот на это. К соседству. Давайте глянем его города. Да нет. Вообще, на гавани как-то подзабил. Он не то взял. У него наука откуда-то из другого места. Извините. Наука из другого места, да. Так, отложим наёмников. Давайте госслужбу откроем тогда. Так, здесь в очередь дальше ставим квадриремы. Ну и фиг ли тут мечник встал. Когда уже лучника могу апнуть? О, нефрит. Такое вообще у меня счастье в городах. Всё ещё плюс два. Блин, я забыл прошлым ходом походить. Надеюсь, не заметит финикиц. Да, и тут проплыть нельзя, как всегда. Мне надо вот эту жёлтую ГГшку ещё найти. Это ещё денег. Ну, туда пасов, конечно, отправить. Торговец. Нет, рынок. Торговство, по-моему, дешевле стоит даже за деньги, да? Угу. Жалко у меня веры. Мало. Ну, что поделать. Так, давайте в Сегите как раз купим торговца. Здесь рынок завершён. Гавань. Выходим в каравеллы. Ну, видите, отложили в итоге наёмников пока. Ну, нам каравеллы нету смысла открывать наёмников, если мы не вышли в каравеллы ещё. Поэтому можем отложить и подождать ускорение. Совершенно спокойно. Ну, наконец-то повышение. Так, повысим рейну. Бонусы за соседство центра коммерции гавани. А, тут вообще нету пока никаких бонусов, пока гавань не построена. Карейна вообще бессмысленная у меня там. Так, куда этого тагедымского коня отправить? Блядь, тварина ты, финикист. Хотя, вот, вот эта тварь ливнет, вы понимаете? Вот выкупать вот это вот всё, это зашибись. Но он ливнет. Вот как только я на него нападу, он ливнет просто. Ненавижу таких людей. Я, конечно, проспал сам, начало хода. Ладно. Что мне, как ему, падлу, какую сделать, а? Ну, я на Сидон, наверное, буду нападать. Тут с трёх, с двух клеток атакуются. На Библ можно тоже. Ну, не знаю. Давайте вот так сделаем. Сейчас немножко бессмысленная. Покупка так. Давайте, наверное, на деньги уже. Нет, пока на производство. Слушайте, а я две гавани же построил. То есть, картография у меня ускорена, да. Это я больше даже, чем две гавани. Или нет, пока только две. Так, тут стоим. Тут стоим. Сколько тут ещё? Я бы строил галеры до... Ещё две галеры, да? Посмотрим. До открытия каравелл. Так. Коник! Знаете, что этот кузнечик по-польски коник? Хотя он и по-белорусски тоже. Блин. Преслов. Как беда, это и добра. Так, давайте бы коня нашего, Тагадымского, отправим на разведку сюда. Одного хотя бы. Так, ну тут олени, наверное, придётся вырубить. Не, вот тут надо будет кампус ставить. Олени оставляем. Потому что, ну иначе эта печь расти не будет просто. Вообще никак. О, а тут что, мы всех убили? Не, вот ты где. Северный олень. Амбар завершён. Мне, мне явно нужен союз с Канадой. О, тут ещё проход такой неслабый. Так, вот теперь на деньги начинаем отправлять. Хоть может и Виннипек. И, кстати, коня к нему. Давайте мы открытые границы. В общем, с Канадой у нас тотальная дружба. Два хода до каравел. Ещё одну галерку давайте. Не говорите, что Дидона со мной торгует. Принимает. Отлично. Этот коник сейчас побежит туда. Ну и отправим, пожалуй, в Виннипек. Да, я... Не, блин. У Дидона столько денег. Но я не хочу к Дидоне отправлять. Давайте тогда в Преслов. Англия-форусский маяк построила. Вообще, может, стоило отсюда оленя всё-таки убрать и шахту сделать? Вот я что подумал. Так, ну и тут, наверное, крабов обработаем. Сейчас пойдём. Больше торговых путей. Тут нужен рабочий. Ого, тут сколько ещё территорий. Блин, ещё тут будут варвары появляться. Рассылаем коней. Ну, я не знаю, достроится у меня галера, или она превратится в каравеллу, то квадриемы будем строить, конечно. Да, пойдём прямо в прямые паруса. Чё тут? Селитра у меня есть. Финикию надо сносить. Хотя он и ливнет. У меня 366, финикиц даже не чешется, я смотрю. Думает, это так, хихоньки-хахоньки для него. Так, это последний, кажется, у меня конь, два хода. Ага. И я, наверное, кампус тогда давайте в очередь поставлю. После лошадей. Ну что, вот мне сейчас даже интересно. Надо запомнить, я впервые забываю, когда открывается следующий юнит, то, что у меня остался один ход до достройки галеры. Она... Нет? Нет, или не подстроилась, не пойму. По-моему, она вообще просто пропала. Вон она, каравелла. Да, всё-таки, если один ход остаётся, то становится каравеллой тогда. Ладно, квадриремы добавляем в очередь. Так, наёмников один ход, следующим ходом мы апаем мои галеры. Так, с канадцем союз возможен? Возможен. Ну? О! Англичанин вышел из игры. Ну и чё. Сейчас. Скоро и Дидона выйдет. Наёмники один ход. Давайте к гильдии. Вообще пойдём в дипломатическую службу. Ну что тут менять? Тут менять нечего. Сейчас вот. Валет. Там Англия с России. Тихонечко между собой. Ну пока шестеро, кстати, в игре осталось. Так. Наёмники открыли. Идём в торговую республику. Здесь меняем вот эти 50 на скидку. Тут пока всё оставляю. Хотя, бонус соседства кампуса нет. Ну вот. Мало культуры. Я не вышел в бонус от... Ну, средневековой ярмарки. Тут нет. Не здесь. А где бонус для... В гильдиях? Центр коммерции. Да. Так, может, их отключим? Мне, как бы, торговая республика не так важна. Я и так сейчас вон... Опа. Опа. Ускорили. Всё, пошли воевать. Финикию. Стены поставил в Седоне. С 25 силой. У тебя 25 силы? Ставишь стены. Хотя, с другой стороны, апнется каравеллу и... Нормально будет. О, встретил Антиохию. Отлично. Так, надо будет сейчас поставить карточку через ход. И отправить послов в Антиохию, чтобы денежки были. Ну что, куда мы пойдём? Сначала Биббл. А мы и в Биббл, и в Седон пойдём. Сюда 3. Так, в Галифакс. Ждём карточку пока. Берём тут торговца. Мне бы ещё флотоводца, конечно. Слушайте, а может провести... Там армаду формирует всё-таки. Армада из... Из... Фрегатов было бы неплохо. Я думаю. Он видит мои каравеллы благодаря вот этим юнитам. Ну, если ему есть что противопоставить, то флаг ему в руки, как говорится. Что-то мне предлагает... Нет никаких тебе ресурсов. Чувачок. Кстати, два... Вулкана, и ни один из них не извергался ещё. Ну, на всякий случай Виктора возьмём. Назначим в Татабанью. Так, следующим ходом объявляю войну. Сколько ходов? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Четыре. Тут, короче, надо держать. Что ещё обработать? Рыбы. Рыбы. Лес. Камень давайте вот этот. Интересно, а он только ресурс роскоши даёт? О! Боже, он даже не дождался атаки. Вообще нормальный... Нет слов. Даже не дожидаясь атаки, ливнул. Но он делал всё, чтобы со мной испортить это отношение. Но как только я изобразил, что я на него нападаю, он ливнул. Так, по-моему, я успел. А я хотел с ним дружить, хотел союз и нападать на коваться. Увратительные люди. О, у него даже и тут ещё корабли построились. Между прочим. Объявляет мне предупреждение. Отлично. Повоюем с компьютером. Как здорово. Так, сколько у меня квадрирем? Пока две. Давайте отложим открытие прямых парусов. О, боже. Все стали выходить теперь? Ну, то есть у него какие-то юниты были, он просто понял, что он не успел в них выйти, я так понимаю. Так, это тут ещё Беремо была. Или мне показалось? Не, вон она. Так, этот копию редкого ресурса, не стратегического. Плюс, ты сука, селитры. Ладно, используем как шпиона. Так, я поставил эту карточку? Да, первый паспорт поставил. Значит, надо в Антиохию и в Занзибар. Не успел в Рапануе, по-моему. Лиссабон-Финики объявил войну? Почему? Нет, это он не объявил войну. Занзибар, всё, замерился. Отлично. Идут денежки. Давайте в Рапаную. Отправлю ещё. Здесь меняю на плюс два влияния. Производство юнитов пока. Пока всё оставляем как есть. Камень давайте обработаем. Ой, 8. Это дорого. Ладно, пока постоим. Так, стоим здесь квадриремами. Ну, у меня хотя бы 4. Я думаю. Сделать квадриремы и будет достаточно. Вообще, по-моему, способности Венгрии не использовал в этой игре. Не по-моему, а точно не использовал. Пиббл будет падать. Да, здесь стены, но с такой силой это ненадолго. И угорит. Давайте тоже. Так, дальше какие у нас там города? Тир. А вот и столица Финикии. Не успел всё сделать. Я был с узереном Лиссабону? Угу. Интересно. Так, а вот там чьи границы? Ну, тут инки у нас. Так, ну что? Биббл захватываем. Биббл захватываем. Камриту поплыли. Думаю, у меня тут одного хватит юнита. Так, Сидон. Биббл пока сохраняем. Два хода. Один ход прямые паруса. Ну, я четыре вот сделаю. Тем более мне только на двоих пока хватит апгрейда. Давайте уже Лян возьмём. Куда? Печь? Или Вестергом? Вестергом. У меня, кстати, нету до сих пор правительственной площади. И не без стен города берутся без проблем. все и угорит падает до нормальненькая бар торговца давайте кто-то мне еще войну везли зима здорово так лексус это вот так пройдем пожалуй юнитов здесь поменяемся местами караванчики а там он он союзник зензибар или не лиссабона союзник лиссабон себе сабон не дает грабить мачу-пикчу в разработке может дать построить пусть верна от ним все пока будем атаковать так ну где-то какие ресурсы я бы черепах не против найти в библии ремонтируем монумент в первую очередь монумент шита лояльность снизит пока амбар построен торговца и пока все что там за почекуток предлагает тоже компьютер играет уже да ну кстати почему нет хорошее предложение так я уже всех встретил я так понял значит кто у нас остался рим инк англия и финикия это компьютеры а еще и россия компьютеры у нас рим остался маури и канада живые люди имею ввиду так трир падает сидон следующим ходом тоже я все 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 города оставлю я думаю я думаю это нормально так ты умрешь в эстергоме строители давайте надо починить что варвары раз разрушили так принимаем торговую республику стоимость улучшения армии принудительную вербовку я уберу торговая конфедерация плюс два влияния бонусы от центра коммерции бонусы кампуса ну и строители давайте вот так сделаем там вон еще один город ладно давайте сюда поплывем на автомат уже ставить ты не успеваю всем ходить ну финикия быстро разбирается о может еще в золотой век выйду да не блин вряд ли так монреаль о еще и канадец вышел я думаю что тут понятно что я круче всех ну у рима круче на куча науки но поверьте захватив финикию я буду круче всех так ликсус захватывается я думаю одним кораблем поэтому сюда спал он рим или нет это все еще финикийские города так могу уже прямые паруса открывать давайте закончим здесь строительство квадрирем давайте торговца и после торговца колосс давайте колосс хорошее чудо здесь дипломатическую службу а почему так леса бон захватил дидоне никакой гуманитарной помощи так чё произошло я с дидоной в мире потому что принят кризис против почекуты к что нам надо захватить город лиссабон обратно так но я все равно сейчас объявлю войну дидоне твою маму блин хорошо я этот успел библ ой не библ седон захватить поэтому мои города не будут сейчас по лояльности отваливаться ладно где этот долбаный лиссабон вон он почекуток ты не охренел случаем лиссабон захватывать а мировая общественность категорически возмущена даже вообще все всех четверых смог апнуть во фрегаты да я сейчас же как уникальный юнит выйду свой слушайте а где моя баня что-то я забыл еще наш это баня есть так сколько у нас ходов два хода следующим ходом мой уникальный юнит блин 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 где мне еще очки взять федор 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 осуждает мою цивилизацию хорошо ноутвиг игрок вы остались у нас два живых игрока рим ну кроме меня имею ввиду и по-моему маури да все кстати а урина то тоже золотой век в героическом только я был ну по идее лиссабон легко берется даже двумя этими то что у меня война с дедоной закончилась отвратительно так давайте мы тут один юнит оставим вот этот например а этих ребят сюда поведем в этом море так торговец завершён против колосс лишь в буде строил а там в очереди поставил давайте шпиона так вот тут мне надо рабочий строить я ей куплю еще рабочего в угорите амбар хотя тут и так много жилья монумент тире гавань завершена маяк амбар пока так оставляем вон где маури 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 наверно сейчас пойдет канада канаду захватывать а кто сейчас долбаные арбалеты ничего не должен убить нормальный век в итоге но мне не хватило бы даже с моим блин этим уникальным юнитом ладно торговец завершён кампус театралочка кампус хорошо промышленная зона вот тут два давайте тогда так из диера у нас никуда не бегает поэтому отправляем в кв бек кстати меняем карточку соседство вот центр коммерции можно убирать сюда ставим где тут учетные банки так и тут покупаем рабочего оставляем производство пока здесь эстергом в оттаву печь кв бек так а где тут рабочий аж купил его нет что-то странно в просвещение идем этих ребят тут оставляем до захватывать дедону так что он тут не должен убить мне этого корабля арбалетом в канаде автократия внезапно так лиссабон следующим ходом берется постоим здесь врубаем лес пока ничего не строим в дебри цене библиотека в печи маяк в дереве не строим в седоне амбар ремонтируем производство производство еда производство в тире гаванек ведук вот видите он не строил вообще вот эти треугольники из центра коммерции гавани вообще ни в одном городе у него этого нету о библ потихоньку отваливается 1.3 ну действительно потихоньку я думаю что мы его захватим потом театралочка анкарват чеченица правительственная площадь промышленная зона не видите рабочего так ну вообще оставим еще один кораблик здесь так в квбк этот на автомат пускай бегает блин ну где какие ресурсы то моему рабочему отойдем от варваров так что за голосование стоимость производства и приобретение военных юнитов за валюту выбранного типа мне вообще пофиг торговые пути проложены к выбранному игроку о давайте за канаду вот так а тут увеличено предположим за золото не знаю мне тут пофиг на самом деле на юниты правительство канады да олигархи то на автократию то на олигархи так проложены к кому? к трояну вера увеличена на сто ну к трояну конечно плохо но у трояна кое-что союз с кем-нибудь есть ни с кем нету ну и смысл тогда так давайте мы дальше пойдем в верфи в массовое производство а мне надо сначала машиностроение открыть давайте трех лучников где тут второй и третий ускорили так теперь освобождаем Лиссабон и кризис выполнится и что я получу плюс одно золото вход за каждого своего посла сто единиц мирового влияния здорово ремонтирую вообще табак растущий в тундре это конечно что-то с чем а блин вырубить я хотел а почему я хотел вырубить что я тут построить промышленную зону что ли так летом дедоне войну объявить могу четыре хода ну и соответственно и не внезапную тоже а нет через один вау там маури с римом воюет сейчас сейчас кто-то сейчас мы один на один останемся дуэль будет явно ну что могу сейчас дедоне объявлять войну нет все-таки должен ждать жаль так давайте тогда эти юниты к семире подвинем две лодочки достаточно этот акка так тут амр давайте объявим русскому войну тут требовал смерть 10 монет вообще охренел сальную войну давайте объявим вашего так забираем флотоводца в эстергоме строитель завершен кампус на давайте кампус чиним табак вообще ни одной театральной площади нету так вырубим лес тут на этом пока все продолжение запланировано на завтра спасибо что досмотрели до конца я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока пока